Министерство сельского хозяйства Он звонит туда и говорит, мне нужно выезд специалиста Именно специалист этого министерства сельского хозяйства приезжает на поле и консультирует Допустим, Джордж 20 лет как раз работал в этом сервисе, когда он ездил по полях и консультировал производителей Оплатит государство? Да. Как это говорит? Иногда это было в прошлом году, когда я был в городе. Сейчас это половина, вы платите и половина государства Когда Джордж там работал, полностью оплачивала государство, сейчас 50 на 50 Вот смотрите, вот я нашел статью, да, 2008 год Вот здесь Моши Зальцман Моши Зальцман? Да Моши Зальцман? Так вот Так вот А площадя триплоидного арбуза за эти 8 лет у нас, наверное, уменьшили, да? Не увеличили Вся проблема в том, что вот у меня проблема есть, я Дмитрия беспокою, он постоянно занят Может надо, или Сергея Садоница беспокоит Может надо подумать о том, что как-то какой-то специалист должен консультировать производителей триплоидного В наших условиях семянные компании уже пытаются входить в положение производителей и помогать Просто надо понимать, что руды всего не хватает По возможности все, что в наших силах мы можем Ну хорошо Хорошо Почему даже не выращивают рассаду? Ребят, давайте Выращивают рассаду без семянника у Санкт-Петербурга в Израиле? Нет, нет, без семян Рассаду арбуза 100% выращивают рассадные хозяйки, тепличники Ну хорошо, смотри, Дима Вот у меня крутит К кому мне обратиться? Тебе звонит Ты в Каховке, ты в Крыму К Сергею Ну скажет, ну погода Ну отсутствует опылитель Опыление Это наш экстрем Валик Таховский Валик Таховский Он урод Погода уродливая И вот так и покрутится А вот с этим дело, смотри Это Это Ребенгол Да? Вот что это за болезнь? Вот если бы ко мне приехал агроном-консультант Я готов ему заплатить Он померил влажность в почве Он посмотрел технологическую карту Он сделал анализ Написал мне направление в Адонис Я приехал в Адонис Позвонил, вернее, или по вайберу сбросил Мне уже приготовили эту фигню Я как испанский фермер сижу в лесополосе пива пью Оно капает А я что с Айгак между Андонисом Диму вылавливает Вот подскажите, что это за болезнь Как с ним говорили? Это Кайды Андонис Это 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 Да Согласен Это 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 Почему Это About ID В случае с этой дыней, в случае с дыней именно ананасного типа, потому что есть еще алия, там немножко по-другому все происходит. Нет, такие раны и на Раймонде есть. У нас в Украине 95% дыни ананасного типа. В Украине 95% дыни ананасного типа. Вот это дыня ананасного типа. Галияна Круглова. А то тип Кантелуп. Любую дыню, какую вы не возьмите, хотите эту возьмите. То есть Раймонд это тоже ананасного типа? Да, Раймонд, Тамал, Нево, ну какую не возьмите, 95%. Вот это не ананасного типа. Смотрите, основная причина это чрезмерный полив и возможно внесение избыточных норм удобрений. Удобрений каких? Азот. Как пример в Израиле, вот именно дыня ананасного типа, когда она кидает сетку, поливи, ну не то что их вообще убирает, но их к минимуму сводит. Потому что... Минимум это как? Ну сколько, если допустим... Ну в неделю, сколько надо раз поливать, сколько по времени? Нормы, нормы. Вы поливать можете с обычной частотой, в зависимости от структуры грунта. Там песок раз в день, раз в два дня, да? Но нормы значительно уменьшаются. Скажите еще вопрос такой, вот сетку села, плод сформировался, они поддерживают ботву в зеленом или она должна полностью... Обязательно, обязательно. Вот если мы дадим Джорджу рассказать дальше презентацию, вы увидите слайд с арбузом, где он приблизительно вот такого размера, да? И вся ботва была убита где-то за 2-3 недели, начала умирать от мучки, от мучнистой росли. Плод сформировался такой, но дело в том, что сахаров он не набрал. Если вы не додержите здоровую зеленую массу, сахаров не наберет ни дыня, ни адреса. И на дыне точно как раз. Обязательно. Это 100% обязательные условия. Дима, а можно еще две минуты, а потом вернемся к технологии. То есть мы... Я просто представляю кооператив сельско-господавский, да? У нас 42 человека. Одна осипная. От двух до 30 гектаров, да? И вот мы применяем вот такую форму в работе. Геннадий Михайлович, ну расскажите. Дима, можно я... Одну минутку. Прокомментирую. Я приехал к приятелю. Сам-то я, в общем, большевоенный. Мы работали по собостроению, там, обслуживанию. Вот я когда смотрю, вот как здесь все, очень сложный процесс. Я так подумал, что должна быть еще одна палатка. Но палатка какого? Вот есть, ну скажем так, авторы вот этих продуктов, обузы, да? Значит, мирового уровня. Но другая ситуация. Израиль. Там вообще все другое. Ну у меня там друзья живут и все. Если бы вот адаптация к нашим условиям, наша земля, наша культура. Значит, как мы работали в судостроении, в Воронке? Очень много предприятий. У всех разные ситуации. И был один центр, где весь опыт скапливался. Так называемая опытно-экспериментальная площадка. И у нас получали самые лучшие в мире подводные лодки, там все остальное. Почему бы нельзя, вот спросите у него, почему бы нельзя на их базе, ну научной, так сказать, мирового опыта, создать у нас опытно-экспериментальное, ну скажем так, фермерское хозяйство, которое бы было на ход расчете полностью. И полностью обслуживало, где консультант будет. Я думаю, это можно сделать, но на счет, наверное, не могу. Вот это уже другой вопрос. Я больше теряю в том, что оно у меня гниет, чем... Понимаете, вот что с нашей стороны, как семенной компанией, что мы можем, как мы можем помочь? Вот, допустим, у нас есть технический специалист Джордж, у которого 40 лет опыта в этой сфере. Он может приехать, вот как сейчас он приехал, он проконсультирует вас по технологии, предоставит мировой опыт. Это же не только Израиль. Все, больше, один раз, два раза. Два раза Джордж может приехать. У нас свои все специалисты, но мы должны как-то консолидировать. Вот мы все приезжаем сюда, мы учимся, постепенно наш уровень будет расти. Ну давайте подумаем, вот отдельный вопрос. Да, это хороший вопрос. Я тебе показал, что с 2008 года площадь от реплоидного арбуза на Украине не увеличили. И ритейл, супермаркеты, они выкручивают нам руки. Потом поговорим, да? Да, обязательно, обязательно. Все же. Ну все. Окей. Теперь вопрос. Однажды 5-10 минут, и мы закончим. Прошу прощения. Да, немножко внимания. 10 минут, и я думаю, мы подойдем к завершению нашей презентации. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. До свидания. Пока.